Всем доброго здоровичка! Сегодня я хотел выложить ролик совершенно на другую тему, но мешались жизненные обстоятельства, мешалась топ-новость, которая будоражит буквально украинское, в частности, сообщество уже, наверное, последние сутки. Речь идет об ситуации вокруг Приватбанка, это один из самых крупных банков в Украине. Ситуацию усугубил тот факт, что я в интернете столкнулся в нескольких источниках с фотографиями о больших, безумных каких-то очередях у банкомата, о якобы ажиотаже, и поэтому я решил несколько слов сказать по этому поводу. Начиная с того, что я пошел вот только что на улицу, у нас есть, естественно, банкомат рядом с магазином Приватбанка, я захотел посмотреть, какая же там ситуация, есть ли очереди, есть ли деньги в банкомате и работает ли он. 16.30 рядом с входом в магазин, есть вот у нас банкомат, комат работает, деньги снимаются, я даже вот только что на экспериментах снял наличку. Рядышком есть банкомат банка Оваль, Райфайзен банка Оваль, тоже принимает карту Приватбанка, хотя позавчера вечером мне этого не удалось сделать, банкомат карту Приватбанка не принял. А сегодня, в принципе, все нормально, ажиотажа нет, деньги есть, в наличии 50 гривен и 500 в этом данном банкомате. Очереди я не заметил. Ну, как вы видите, все пока что нормально, у нас на периферии очередей нет, в банкомате деньги присутствуют, можно снять, банкомат работает. Очень хорошо, что карты Приватбанка принимают другие банкоматы, других банков. Хотя, естественно, проблема есть, особенно проблема у тех, кто имеет там вклады, кто обслуживается в Приватбанке, я имею в виду юридические лица. Ну, в первую очередь, конечно же, укладчики, у кого есть депозиты. Вообще, я проработал в банковской системе определенное время, проработал в двух банках. В одном работал в банке под названием Райфайзенбанковаль и работал в Ощадбанке, или по-русски это русский вариант Сбербанк. Проработал в юридических отделах этих двух банков. Поэтому я могу уверенно сказать, что вот такая вот проблема, когда банк называет неплатежеспособным, не появляется вот так вот с чертой пальцем, на это не нужно, то есть это не происходит в течение там дня, недели и даже месяца. На это уходит более длительный срок, и у меня лично большой вопрос к регулятору деятельности банковской сферы, это Национальный банк Украины, потому что именно они следят за деятельностью всех банков в нашей стране, и я более чем уверен, что они уже давно знали о проблемах Приватбанка, но здесь два варианта. Или они не знали, и тогда большой вопрос в их компетенции, но я в это не верю. Скорее всего, что они знали и делали все возможное, чтобы этой проблемы избежать. Длительное время отодвигали время X, и вот время X наступило. По моему мнению, руководство Национального банка должно подать в отставку, потому что это не первый их промах, причем крупный, и никто после этого не понес никакого наказания. Хотя я более чем уверен, что опять же, в том числе и главу Национального банка оставят на рабочем месте, и все будут работать, никаких не произойдет изменений. Вот такая вот ситуация, не очень хорошая, сочувствую тему, к тому есть вклады, но в принципе государство взяло обязательство по гарантии обеспечения вкладов, поэтому как бы возможно сейчас деньги не получится снять, но по крайней мере они не пропадут, по крайней мере. Я на это надеюсь. Вот такая вот ситуация, короткое видео, не совсем типичное для моего канала, но я как бы не мог о нем промолчать. На сегодня это все, спасибо, что смотрели, увидимся, пока.